Приветствую вас на канале вкусный уголок. Сегодня мы с вами будем готовить кокосовый кекс с вишней. Для этого нам потребуется 100 грамм сметаны, 100 грамм сливочного масла или маргарина, 100 грамм сахара, 25 грамм кокосовой стружки, 3 яйца, разрыхлитель, ванильный сахар, 2 чайные ложки крахмала, пол чайной ложки соды, мука и вишня. У меня вишня консервированная в собственном соку. Если она у вас замороженная, то ее нужно разморозить и хорошо с нее слить жидкость. Первым делом нам нужно наше масло сливочное, оно должно быть очень хорошо размягченное, взбить с сахаром. И взбиваем его хорошо. Теперь мы сюда добавляем по одному яйцо. Добавили одно яйцо и взбили. Добавили одно яйцо и взбили. Теперь мы включаем нашу духовку на 180 градусов, пускай греется. Так, и в наше тесто мы добавляем сметану. Тоже немножко взбиваем. Теперь мы добавляем ванильный сахар. Добавляем одну чайную ложечку разрыхлителя. Добавляем пол чайной ложечки без горки соды. И хорошо перемешиваем. И добавляем еще в наше тесто пару капелек уксуса, для того, чтобы сода вошла в лучшую реакцию. Теперь мы будем понемножку добавлять муку. Муку мы сеем. Все, наше тесто готово. По консистенции оно такое получилось, как густая сметана. Теперь мы берем кокосовую стружку, сыпем в наше тесто. И хорошо перемешиваем. Теперь мы берем вишню, посыпаем ее нашим крахмалом. И перемешиваем хорошо. Это нужно для того, чтобы наша вишня не упала на самое дно. И лишнюю жидкость заберет крахмал. Перемешали. И добавляем в наше тесто. И очень-очень аккуратненько, чтобы не подавить нашу вишенку, мы перемешиваем. Готово. Теперь мы будем перелаживать форму. Форма у меня вот такая вот разъемная, круглая. Я на дно ложу бумагу для выпечки. Я вырезаю по диаметру формы. И выливаем наше тесто. Аккуратненько, чтобы не подавить вишню. Выложили. Теперь мы ложим в разогретую духовку до 180 градусов. Примерно на минут 30-40. Вот такой кекс у нас получился. Он у меня в духовке стоял 45 минут. Его готовность я проверила зубочисткой. Я сверху его украсила сахарной пудрой. Также можно его украсить сверху шоколадом. Вот такой наш кекс в разрезе. Так что готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на канал!